Ребята, такой к вам вопрос. А вы знали, что мама одного из самых богатых людей мира? Мама Илона Маска Мэй уже три с половиной года работает с девушкой из Москвы Ани Шерман. Аня начинала как ее ассистент. Сейчас она ассистент и менеджер. Они путешествуют с Мэй по всему миру и, естественно, они сейчас на Каннском фестивале. И что мы должны сделать? Мы обязательно должны спросить у Ани, как у нее так получилось переехать из Москвы в Лос-Анджелес и устроиться на работу к Мэй Маск. Как выглядит ее работа? Сколько невероятных событий она уже посетила вместе с Мэй. Сейчас все будем узнавать. Погнали! Интервью с Аней Шерман. Ты тебе, если что, может, надо будет бежать, да? Да, да, да. Беги, нет, так это все, Марин, пока! Так что мы сейчас быстро, блин! Человек просто на таймере. Ребята, добро пожаловать на канал. Я не знаю, вы видели когда-нибудь интервью на айфон. Я тоже никогда не видела это первое интервью, которое я снимаю за восьмилетнюю карьеру блогера на телефонах. Мы сейчас в Каннах. У меня в гостях невероятная Аня. Вот чтобы вы понимали, надо приехать в Канна, чтобы встречаться с людьми, которые в Калифорнии живут. Которые живут в Калифорнии. У нас 3 миллиона общих друзей. Мы договаривались встретиться месяцами. Да, годами. Да, да, да. Слушай, мы же виделись в последний раз в прошлом году. У Марина на дне рождения. Да, да, да. Вот. Ну, хорошо, что хоть так. Да, хорошо, хоть так. В общем, Аня только что прилетела в Канны, и я ее сразу же без того, чтобы дать ей поспать. Можешь, пожалуйста, прийти. У нее невероятно интересная работа, невероятно интересная история. Сейчас ты нам все будешь рассказывать. Расскажи, пожалуйста, вообще про себя. Откуда ты, как ты попала в Америку? Я родилась в Израиле. Я родилась в Израиле. Потом, когда мне было 2 годика, мы переехали в Россию. В России я училась в школе, и когда я закончила школу, я переехала в Америку тоже учиться в 17 лет. Вот, училась я... Где в России была? А, в Москве. В Москве. Да, да, да. Ну, в начальной школе я жила в славном городе Дмитрове. Вот, и в пятом классе мы переехали в Москву, и вот в 17 лет я переехала в Нью-Йорк учиться на актрису... В универ, да? Да, 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 на актрису мюзикла. Вау! Вот, да, и причем у меня очень смешная история. Я думаю, что твоим зрителям это будет интересно. Я пошла учиться на актрису мюзикла, потому что у меня был не очень хороший английский, и мне было легче учить английский через песни. Вот, то есть я смотрела перевод, и я даже в какой-то момент разговаривала строчками из песни с людьми. Ну, почему бы я с фразами... Ну, фразами, да, да, такими... Потому что я знала, что они грамматически правильно построены, но не все я уже как бы более-менее понимаю. Не все они грамматически правильно построены, но мне так было легче. Вот, поэтому... Да, потом переехала в Лос-Анджелес, и вот я уже в Лос-Анджелесе 9 лет. А как тебе вообще вот этот переход был из России в Америку? Очень легкий. Во-первых, я очень хотела переехать, я очень ждала, и для меня это было вот прям... У меня мечта сбылась. То есть как бы мне было очень легко, мне было очень весело, и у меня не было такого вот депрессии мигранта или еще чего-то, то есть мне было всегда в этом. И ты закончила учебу? Да, я закончила учебу. Бакалавр, да? Да, я актриса театра. Ты выступала вообще-то? Да, да, я работала в театре. Круто. Вот, было очень здорово и весело. Но что я заметила в Америке, что вот, допустим, в России ценится театральное образование, что ты актер, там все, актер театра, это очень круто. А здесь это абсолютно две разные профессии, актер театра и актер кино, это абсолютно две разные истории. Интересно. Да, и когда я начала ходить по кастингу, я говорю, вот, смотрите, я же актриса театра, я играю в театр. Мне сказали, молодец. Иди в театр. Иди в театр, что-то произошло. Вот, и, конечно, я была очень разочарована. Ну, не, не разочарована, но мне было так тяжело. Вот, поэтому, да, в общем, я играла в театре, и это было очень, очень здорово. Это прям лучший год в моей жизни. Класс, класс. Немножко заработай. Смотрите, так я взяла, умела, взяла, так и так, сейчас будет фотокол. Так и так, это кто хорошо, не подходите у нас фотокол, оставим. Ага, спасибо, Маш. Продолжай снимать, Аннушку. Ты молодец такая, вау, просто. Работа ассистента, она еще заключается в том, что надо всех согнать, отогнать, сказать, уйди, приходи. Поправить одежду, держать все под контролем, никому не давать пролезть, сфотографировать для соцсетей. Представляете? Все, сказала, все, уходим, до свидания, да? Потом, что было? Потом, что было, значит, ну, играю я в театре. В Нью-Йорке? Нет, это уже было в Л.А., потому что заканчивала я уже театральный университет в Лос-Анджелесе. Вот, играю я в театре, играю, играю, и тут у нас не продлевают нас на еще один сезон. Думаю, что-то странно как-то, почему нас не продлевают? Слушай, вообще эта работа, она хорошо оплачивается в Америке? Ну, что ты. Еле-еле, да? Еле-еле, да, да, да. Это же даже не так развита, как в той же Москве, да? Совсем не развита, особенно в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке еще более-менее развита, но кто тебя возьмет в театре в Нью-Йорке? А это Бродвей в основном? Это Бродвей, это Бродвей и Офф-Бродвей, то есть как бы Бродвей это мюзиклы, как бы там, где поют, танцуют, а Офф-Бродвей это уже такие более профессиональные драматические произведения. Вот, ну, туда тоже невозможно попасть. Вот, и так как у меня еще не так было достаточно опыта, я еще все там перепрыгивала с одной визы на другую визу, что-то, короче, так-так-так, старалась что-то хотя бы сделать, но и тут нас не продлевают на еще один сезон, и я так думаю, странно, что же мы будем делать? Очень я переживала, и тогда уже пошли служки про ковид, уже что-то там, уже как-то вот Италия уже себя не очень хорошо чувствовала в этот момент, и из-за этого, ну, боялись что-то планировать, потому что не знали, что куда пойдет, но локдауна еще на тот момент не было в Америке, ну, и нас не продлевают, я такая, ну, а что делать? Надо искать, идти, работу, как бы, а что, а я, ну, да. Только можно, если я просто думаю, ну, типа, блин, у тебя, наверное, так круто бы это все получалось. У меня было небольшое прошлое в Ютубе, вот, у меня был канал, я снимала, значит, видео, мне это все очень нравилось, но потом, когда уже у меня начался театр, я такая, все, ушла в драму, погрузилась, и такая, все, мне нужно что-то серьезное, вот, не то, что Ютуб, это не серьезно, но, вот, нет, ну, я делала, я делала такие комедийные скетчи, то есть, я... Вот я прям тебя в этом вижу. Да, я делала такие комедийные скетчи, это мне было очень весело, но в определенный момент у меня не стало хватать времени, у меня немножко пропал вот этот запал, интерес, и, ну, как вот у всех бывает, вот это вот выгорание креативное, у меня оно случилось, и оно наложилось на то, что я была вся в пьесах, и мне уже это было как-то не так, что ли, важно, или еще что-то, вот, и возвращаться я на тот момент не хотела, и вот почему-то у меня не шло вот на тот момент, сейчас жалею, очень жалею. Ну, здесь там можно вернуться. Ну, может быть, посмотрим, посмотрим. А тебе никак не сделать транзишн в кино сейчас? Слушай, я уверена, что если очень хочется, то все получится, вот, но у меня сейчас какие-то такие другие немножко планы, интересы, мне, в принципе, нравится и интересно то, чем я сейчас занимаюсь, поэтому, в принципе, как бы пока я не жалуюсь, но... Ну, расскажи, расскажи. Да, я все, я все иду к этому моменту, я знаю. Я просто не знала про актерскую, ты так интересная. А, спасибо. Вот, да, но на самом деле, long story short, ищу я работу. Ищу я работу, любую работу, потому что жить на что-то надо, вот, и как бы в Лос-Анджелесе жизнь недешевая, и я такая, ну, все, уже надо скорее, у меня был такой очень тяжелый период в жизни, и я, что я начала просто вот везде, все applications, все на свете, пожалуйста, возьмите меня на работу. И просто я вот так вот взяла телефон свой, и прям вот с A to Z, алло, здравствуйте, я еще работаю там еще, а не то, что у меня прям такая телефонная книга великая, то есть как бы начинаю искать работу, хожу на интервью, меня никуда не берут, потому что опять-таки никто не понимает, что происходит в мире, и попадаю я, значит, у меня выдается возможность пойти на интервью к Мэй, к Мэй Маск, там, где я сейчас работаю. Мне кажется, один из важных моментов, почему у Ани получилось получить такую классную работу в США, это то, что она сюда приезжала, уже зная английский. Английский это, естественно, неотъемлемая часть вашего успеха в строении международной карьеры, карьеры за рубежом, поэтому, пожалуйста, ребят, учите английский. И я всегда говорила, что лучший способ выучить язык, это поехать туда, где на нем говорят, погрузиться в среду, разговаривать с носителями, но понятно, что не всегда это возможно. Мы в Lingua 3 придумали новый классный продукт, который обеспечивает вам погружение в языковую среду, но только онлайн. В Lingua School вы занимаетесь носителем один или два раза в неделю, носителей мы очень строго отобрали. У вас каждый день доступ к языковому комьюнити, где вы можете практиковаться, где вы можете общаться с ребятами со всего мира, погружая себя в эту языковую среду. Мы также вам даем доступ к нашей библиотеке, где вы можете заниматься английским по видео, заниматься английским по пособиям, прокачивать свою грамматику, прокачивать словарь, и все это в одном месте, в Lingua School. Приглашаем вас, ссылка будет в описании, погружайтесь в языковую среду прямо у себя дома. Ждем. Ну, мне так сказали, смотри, скорее всего, нет, но хочешь, попробуй. Это тебе какие-то знакомые, да, сказали? Да, это там через 10 человек, в общем, ну, так как-то, ну, вообще, ну, слушай, скорее всего, нет. Ну, попробуй, чисто так, чтобы ты знала, как интервью проходить там. Чисто потренироваться. Чисто потренироваться, да, ну, вот постоишь в одной комнате с ней, то есть, ну, как бы вот так. Я говорю, да, да, конечно, я, ну, я все, значит, это, конечно, я все сделаю, там, я все приезжаю, такая довольна, все, конечно, но я уже знала, что меня никуда не возьмут. Это в офисе, да, у нее было? Нет, это было у нее дома, я приезжаю, вот, и Мэй готовится к интервью. Я такая, здравствуйте, там, к интервью не со мной, а к интервью на... Типа, давайте к интервью. Да, TV-интервью. Вот, и она такая смотрит на меня, говорит, типа, о чем мы будем разговаривать, давай ты со мной на студию поедешь, ну, и поделаешь там то, что надо делать, и, ну, и если что, решим. Я говорю, да, 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 конечно, без проблем, вот, и мы приезжаем на себе студию, она дает интервью, я делаю все, что я думаю, что нужно делать, а именно, ну, там, я не знаю, воды принести, она говорит, ты можешь меня сфотографировать? Я говорю, да, конечно, могу сфотографировать без проблем, вот, и мое YouTube прошлое сыграло очень большую роль, я и решила сделать небольшое BTS-видео, ну, как проходит у нее, вот, как бы, день, когда она приезжает на интервью. Ну, вот, то есть, там, как ее красят, как это... Это был такой вот креативный такой порыв, да, порыв, думаю, ну, понравится, понравится, не понравится, мне все жалко, что для меня это сделать, там, ну, не знаю, 20 минут. Вот, я делаю это видео, она такая, ой, как прикольно, она говорит, а у меня завтра, я подписываю, у меня book signing завтра, а ты можешь приехать, то же самое, все, вот, все, что ты сделала, вот, то же самое, все сделать. Я говорю, да, конечно, вот, и я такая, два дня уже, два дня, вот. Вот, приезжаю, все делаю, значит, все, как бы, там, не знаю, книжки помочь, там, открыть, потому что она подписывает сотни книг, я не знаю, как она это делала до сих пор, вот. И, значит, и вот опять мы все делаем, я опять делала свое маленькое видео, и, значит, все, она говорит, спасибо большое, все было отлично, ничего особо не говорит, ну, типа, уже беззавтра, и я такая, окей, ну, хотя бы два дня, буду всю жизнь помнить, как у меня эти два дня случились, да. И приезжаю домой, такая, ну, будет что детям рассказать в будущем, если что, там, вот. И на следующий день объявляется локдаун. О, вау. Все, жизнь закончилась. То есть, я сижу, я, ну, не знаю, куда катится моя жизнь. И вот, типа, не успела. Все, да, ну, то есть, как бы, это не то, что даже у тебя нет шанса, что тебе позвонят, это просто все, то есть ты уже и ничего, все, просто все, у меня жизнь такая, просто, и до свидания. Раздается звонок, вот. Прям в день локдаун? Да, да, типа, часа в три, что ли, раздается звонок, и она говорит, привет, можешь приехать? Может, случилось что-то, ну, как бы, может, я что-то там натворила. Это Мэй звонит? Да, да, она мне звонит, и она говорит, ты можешь приехать? Я говорю, что она натворила, что я могла натворить? Я сижу, у меня, ну, как бы, у меня сердце в пятках, я еду, так вот трясусь, вот, еще ездить нельзя было. А, еще все пустое. Еще все пустое, я, как бы, это, в зомбиленде еду, не знаю, куда, не знаю, зачем. Я приезжаю, она говорит, ну, ты что хочешь делать? Ну, она говорит, вот, локдаун, что делать будем? Я говорю, я не знаю, что, ну, конец света какой-то, я не знаю, что. Вот, она говорит, ну, ты что хочешь? А я на такой какой-то, то ли вот шоке, истерике, панике, я просто как-то вот настолько от сердца сказала, я говорю, я работу хочу. Ну, мне сейчас надо работать, и все, вот. И она говорит, а, да, отлично, говорит, значит, смотри, тогда будешь ко мне приезжать? Я никогда не забуду. Она говорит, ну, локдаун все равно только две недели будет. Она говорит, сейчас локдаун будет две недели, короче, поездишь ко мне домой, значит, две недели мы будем делать, значит, там, то-се, вот это вот, вот твои задания, а там посмотрим. Я говорю, да, конечно, без проблем. Вот, и, значит, эти две недели продлились восемь месяцев, как мы все знаем, и мы каждый день работали вместе. А в чем задание заключается? Ну, то есть, как бы, я пришла на работу персонального ассистента, вот, то есть, что нужно было там, отвечать на имейлы, организовывать какие-то интервью, там, помогать в организации всех. У нее тогда как раз вышла книга, и за несколько месяцев до этого, и когда уже был локдаун, книжка выходила каждую неделю в разных, в разных стране, то есть, мы делали, организовывали интервью в каждой стране отдельно, какие-то там пиар, значит, пиар, эти стратегии. Ты рисовала кого-то, а ты, или как это происходит? Ну, да, у нас есть несколько агентов, то есть, у нас есть моделинг-эйджент, есть book-эйджент, есть speaking-эйджент, то есть, как бы, все вот эти вот моменты, и я как соединяющее звено, то есть, как бы, мне нужно работать со всеми вот этими агентами в зависимости от вопроса, который нам нужно решить. Я также ей снимала весь контент на, как бы, на все ее социал-медиа, мы завели тик-ток, как раз, вот, когда ты говорила о тик-ток, я говорю, тик-ток был. Это мастер-ковид был. Да, 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 и, в общем, я прям сижу, я прям помню, мы сидим, что-то так, такой день был какой-то тугой, вот, прям, он какой-то был никакой, я сижу такая, а у тебя есть тик-ток? Она говорит, нет, это же для детей. Я говорю, давай тик-ток тебе зайдем. Она говорит, ты что, с ума сошла? Я говорю, ну, давай, ну, давай, красиво наденься, красиво накрасься, и вот пройди вот как-нибудь, как модель. Вот, и у нас почти с первого видео, короче, оно залетело. Ну, конечно, это было достаточно, это был такой вау-эффект, что, там, Мэй Маск, ей, там, 72 года, она на тик-токе, это классно. Вообще, она всегда, ну, как бы, впереди всех технологий, это тик-ток был как раз одним из этих тоже моментов, вот, мы начали еще тик-токи снимать, то есть у нас это добавилось еще в наш daily routine, поэтому, да, то есть вот так у нас проходил lockdown именно на тот момент, сейчас уже более все crazy, вот. Вот. Блин, прикольно, а скажи, вот ты, когда с ней познакомилась, ты почувствовала какой-то такой, я не знаю, звездный вайф или что-то такое, ну, что отличается? Вообще нет, вообще, Мэй для меня это самый вот, что ни на есть, вот такой, наверное, свой человек, то есть она настолько вот down to earth, то есть как бы я вообще даже вот сколько, за три с половиной года ни разу не видела, чтобы она себя ни с кем вообще не вела как-то вот как celebrity, вот, и я считаю, что это настолько ценно, и она во всех ситуациях остается вот человеком с большой буквы. Да, и у меня вообще не было такого, вот, даже причем я себя в голове накрутила, я так, ой, это же... И только ты заходишь в комнату, все, то есть это, оно куда-то улетучивается, вот от ее какого-то вот энергии, то, как она себя ведет, а как она себя подает, это просто пшш, и все, да. У нас милый, приятный вечер. Да, это, на самом деле, лучший вечер мой в Каннеле. А я хочу домой. Дима, не enjoy it live здесь. I'm sorry. Next time, racing. В следующий раз ты не поешь со мной? Слушай, ты в бассейне сегодня был. Ты в бассейне сегодня был. Целый день. Мы смотрели, я своими глазами видела, как ты плаваешь в бассейне, ты что? Смотри, ты что, я услада. Ой, Дима, Дима, я-я-я-я. Распалывали тебя. Привезли. Среди тремя трудоголиками. Да, в общем, нет, Каны не для меня. Если у тебя нету фильма, надо снять. Надо снять фильм. Давай фильмы в следующий раз, да. Я по твоей красной дорожке три раза пройду, чтобы точно были фотки нормальные. Расскажи сейчас вот про свою жизнь. Три с половиной года, все, что я вижу, это... Капри, яхта, не знаю, Канны. Ой, я просто снимаю контент. Что с тобой не стоишь? Нет, нет, ну вот три с половиной года меня повысили, я теперь менеджер. А, чем это отличается от ассистента? Да не, вот прям вот что, прям отличается, я делаю все то же самое, только еще чуть больше. То есть я не могу сказать, что у нас там теперь это как-то... Я, в принципе, делаю все то же самое, просто еще и еще и еще в зависимости от каких-то там ситуаций, которые нужно решить. А как это, ну то есть ты, когда вы в Лос-Анджелесе, ты к ней приходишь каждый день, правильно? А Мэй сейчас живет в Нью-Йорке. Ты тоже, соответственно, да? Я 50 на 50, я живу в самолете, и как бы, то есть у меня все равно как бы, я based in Лос-Анджелес, но я никогда не там. Вот, то есть как бы я очень редко сейчас провожу там время, но у меня там семья, мама, то есть как бы все, у меня все там. Поэтому, как только у меня появляется возможность, я езжу в Л.А., но да, я либо в Нью-Йорке, либо мы еще вот где-то... А где ты живешь в Нью-Йорке, когда ты приезжаешь? Ну, либо в отеле, либо я снимаю там квартиру, либо умой достаюсь, то есть как бы у нас... Потому что у нас иногда такое расписание, что я реально там, ну, могу быть с 6 утра до 6 утра следующих. А вот как ты думаешь, ей 75 сейчас, да? Да. Типа, что ей драйвит жить в таком расписании? Я не знаю. Я провожу с ней 24 часа, я не знаю. Это какая-то генетическая тема, или что это? Да, я не знаю. Но у нас бывает ништо, я уже такая, все, я хочу спать, я просто, я на полу, она говорит, так, ну, что у нас дальше? Я смотрю, говорю, о май гад. Вот, не знаю, я думаю, что она просто трудоголик, она действительно любит то, чем она занимается, и я тебе говорю, вот если бы кто-то бы знал, наверное, ответ на этот вопрос, это, наверное, была бы я. Это реально удивительно, да? Потому что я просто вижу везде постоянно какая-то смена локации что-то делает, реально 75 лет. Да, и я тебе больше того скажу, даже когда у нас есть такие slow weeks, то есть, там, допустим, мы неделю куда-то не едем, или еще что-то, она еще... Неделю куда-то не едем, нормально. Это у нас slow week, да. Прикольно. Она еще пишет эти dietitian exams, потому что она, ну, как бы, вот как раз месяц назад получила докторскую as a dietitian. А, я видела. Да, 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 это было такое прям, она очень была счастлива, и она, ну, как бы, это большое событие в ее жизни, и она еще пишет эти, сдает экзамены. Я просто захожу, ну, как бы, к ней в кабинет, она там сидит экзамен, сдает, и тут, и тут, и я, типа, сериал смотрела. Ну, она такая, типа, ну, у нас, типа, час off, ну, типа, там, сидим, отдыхаем, ждем, там, интервью какого-то, или что-то ждем, ну, там, посижу, там, отдохну, там, не знаю, там, кому-то напишу, в инстаграм зайду, и что-то такое. Захожу, она экзамен пишет, и я такая, о май гад. Класс. Самый главный вопрос, мне кажется, у всех подписчиков будет, Илон, это ты видела? А я скажу. А это ND. Да, 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 но... Загадывайте сами. А серьезно? Не знаю, про это говорите, да? Ну, я не люблю, потому что после этого, ну, как бы, начинается, ну, как бы, у меня и так прилетает, как бы. Я видела там в одном общем чате. Да, 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 поэтому я стараюсь, ну, как бы, об этом особо не говорить. Поняла. А расскажи, а по оплате, как это работает вообще? У тебя какой-то фикс в месяц, или вы прям по часам считаете? Вот как, когда ты неделю без перерыва работаешь? Нет, у меня, я на зарплате, то есть, ну, как бы, я на зарплате, потому что даже если я не нахожусь физически с ней, я, ну, как бы, все равно работаю, потому что у нас там звонки, или еще какие-то там имейлы, или еще что-то. Ну, это зависит от расписания, или она всегда фиксирована? Зависит от расписания. Ну, понятно, давайте крэйзи. Расскажи вот про буквально свои прошлые две недели, ближайшие две. Какое у тебя расписание, что делать будешь? Прошлые две недели... А можно сейчас я в календарь перейду? Хорошо, да. Сейчас, а, ну, вот мы из Греции вернулись, когда это было... Там такие яхты красивые были. Ой, там было просто. Ты была на этих яхтах? Да. Ты везде, вот везде, где она бывает, ты везде бываешь? Да, да, да. Ужины все, показы? Ну, в основном, да, если я успеваю, то есть, то класс, потому что иногда мне нужно там что-то организовать еще отдельно, что-то куда-то я не успею, куда-то я просто даже не успею накраситься и одеться. Ну, все. А вот если, например, зовут Мэйна Показ, да, тебе дают место, или ты просто ждешь где-то, или как это работает? Смотря кто, смотря в зависимости от отношений с брендами, в зависимости от venue, ну, как бы места. То есть, когда, иногда у них бывают очень такие private места, где вообще только один row. Ну, на наградах ты будешь за столик, я тебя уже видела рассадку. А, да? Да, мы столик один, мы столик два, мы будем там где-то рядом. У-у-у, окей, поэтому мы увидимся. Вот, видишь, я даже не знаю. Вот, в основном я хожу на показы, это очень весело, это очень круто. Вот, но иногда, типа, говорят, что нет, только у нас front row, и только... Что тоже нормально, потому что, как бы, да, это зависит от бренда и от их концепции тоже. Вот, у меня на прошлой, на прошлой fashion week, у меня прям был первый раз, что я прям на front row сидела. Ну, то есть я обычно, да... Классно, это на каком показе? Off-white. Класс. Вот, это очень прикольно. Это было здорово. Да, то есть потому что у них было большое, ну, как бы, большое место, и, в принципе, ну, то есть, повезло мне. Вот, а, да, предыдущие две недели, значит, следующие две недели. Ну, вот, я была в Лос-Анджелесе две недели. До этого мы были вот в Греции, то, что я это говорила. Так, сейчас у нас Каны, потом Лос-Анджелес. А, потом я не могу сказать, потому что это секрет. Это я тебе сказала, но у тебя вообще секрет. Ну, потом еще куда-то... Ну, короче, много вот таких вот постоянных. Да, да, поездки постоянные, это сто процентов. Как ты с джетлагом справляешься? Вообще, как ты себя чувствуешь? Я с ним решила не справляться. У нас либо он, либо я выигрывает. А у тебя бывают выгорания от этого всего? Бывает, конечно, бывает. Очень, ну, не хватает времени на себя. Ну, то есть, как бы, видим, да? Все прекрасно ты выглядишь. Ты вообще только самолеты, человек с трассы Атлантики. Да, но бывают выгорания. Выгорания бывают у всех. Это нормальная история. То есть, это не то, что... Было бы странно, если бы у меня их не было. Вот я так думаю. Бывают выгорания с ними, как бы, то есть, у меня есть там мои способы, как я с ним справляюсь. То есть, мне, наверное, вот мне один день нужно просто лежать. Вот просто лежать. В неделю или? Нет. Ты что, в год? Нет, ну, типа, ну, вот я думаю, что где-то раз в полгода у меня бывает выгорание. Прикольно. Я, типа, раз в две недели ложусь на день. Ну, слушай, ты мама. Ну, блин. Ты мама, ты все равно. Нет, это я не знаю. Если бы у меня были дети, ну, когда будут, расскажу. Мне кажется, такой работой, наверное, сложно быть, ну, типа, первый год совмещать точно. Очень сложно, да. Но я сейчас еще начала тренировать ребят-ассистентов. То есть, у меня сейчас, как бы, еще вторая такая история идет. Ну, ты, чтобы кто-то, например, был на ассистировании, а ты менеджментом занималась? Нет, не для мы, а вообще для людей. А, прикольно. В мир, да. Слушай, можно я у тебя выпускников буду забирать? Это просто такая проблема, если честно. Ты знаешь, мне вот из-за этого я и начала, как бы, это делать, потому что все сталкиваются с какими-то проблемами, и они для меня настолько примитивны, их настолько легко решить. Поэтому я начала, да, как бы, немножечко обучать. У тебя какой-то курс есть или что-то? Я сейчас пишу курс, вот, я сейчас пишу как раз курс собирать. Это на любом. Но вообще сейчас на английском, но это на русский перевести там. Слушай, круто, ты мне, пожалуйста, дай знать, я буду отправлять, короче, и потом выпускников лучше. Вообще без проблем, у тебя самых лучших. Спасибо. Самых, самых лучших. Потому что ассистенты, это, ну, боль всегда. Да, но самое главное, что здесь, в чем самая такая сложная боль, я понимаю, что вот здесь очень важно по-человечески сойти с человеком, потому что очень близкий, вот, ты очень много делишь с человеком, а ты не можешь поделить очень много с человеком, который вот только пришел в твою жизнь. Ну, то есть, как бы, это очень сложно, и я вот как раз хочу объяснить и научить и ассистентов, и начальников, чтобы, ну, как бы, немножечко... Как это упростить. Да, как это упростить, потому что для начальников тоже важно, что если вы хоть чуть-чуть откроетесь и, как бы, дадите эту возможность, как бы, вот, буквально там, я не говорю там, давайте сейчас ужинать вместе за семейным столом, нет, ну, просто рассказать что-то о себе, ну, дать какую-то информацию, с которой, как бы, люди могут работать, это святая информация, это вообще прекрасно в жизни, вот. Вот, как бы, поэтому вот я сейчас начала это делать, и время не совсем, оно ушло куда-то, да, но мне нравится. Ну, а как ты видишь будущее вообще, вот, через три года, через пять? Ты же, ну, насколько ты можешь в таком темпе работать? Я не знаю, пока иду, вот, но... Понятно. Вот. Об этом не было времени подумать. Об этом не было времени подумать, но смотри, я считаю, что мне очень повезло, и, и, как бы, мне действительно, ну, то есть, в жизни выпал такой шанс, что, как бы, я не говорю, что я там просто мне повезло, я вообще не думаю, что, я не могу себя назвать удачливым человеком, я очень ценю все, что у меня в жизни есть, но мне в жизни никогда не давалось что-то очень легко, вот так, типа, раз и на, вот. То есть, у меня такого, к сожалению или к счастью, у меня такого не было, но пока все, вот, идет как идет, все в порядке, но, вот, я говорю, за последние полгода я начала, я решила, что я хочу сделать этот курс, вот, и, ну, как бы, как все равно внутри артист, я очень скучаю по какому-то, как сказать, вот, соединению с публикой, да, то есть, мне этого очень не хватает, и я подумала, что это было бы очень приятно и с полезным, что если я могу поделиться той информацией, которой я обладаю, и теми знаниями, которые я там наработала за эти там, за это время, то почему нет? Ну, как бы, я была бы только очень рада, чтобы, опять-таки, как совмещать вот это work-life balance, то есть, как бы, я этому очень долго училась, потому что я отдаю себя без остатка, и это неправильно, ну, то есть, как бы, надо, надо, и чтобы на семью времени хватало, и на личную жизнь, чтобы времени хватало, и вообще, то есть, это важно, потому что ты отдаешь столько много энергии и времени другому человеку, что твоя жизнь немножечко отходит на задний план, а жизнь-то одна. А у тебя отпуск есть вообще? Нет, ну, не... Ну, сейчас на калифорнийской работе... Нет, у меня был отпуск в декабре, я ездила в Израиль увидеться, да, с родными, поэтому, ну, сказать, что у меня там, типа, нет отпуска, нет, но там запланированного нету особо, но я думаю, что если там... Ну, то есть, когда есть какие-то... Нам нужно только это очень правильно спланировать, чтобы, как бы, и... Ну, то есть, как бы, чтобы ничего не происходило, чтобы я всё до конца довела, и прям очень заранее сказать, что вот в этот период мне надо куда-то поехать. Вот, то есть, ну, вот это было так в прошлом году. А часто ещё вас в аэропорту узнают? Ну, вот как вы путешествуете? Это же, наверное, ну, у неё такой же уровень публичности, что это вот так вот, да, наверное, папарацци тут встречали, когда вы приехали? Да, 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 ну, сейчас, да, сейчас, особенно за последние полгода, это прям очень увеличилось. Типа не пройти, наверное? Ну, пройти, толкаясь, можно, то есть, как бы, я обычно уже так... А, кстати, вот можешь мне рассказать интересный момент? Когда мы чекинились в этом отеле, мы стояли на ресепшене полчаса в очереди, когда я вчера видела Ирину Шейк, её завели вот так вот с кучей охраны и сразу в лифт. То есть, это, по идее, работа ассистента договориться, чтобы зачекинили? Да, да, то есть, как бы, мы, как правило, говорим, что во сколько, ну, как бы, значит, кто-то приедет, опять-таки, для того, чтобы это, ну, это безопасность здесь, ну, как бы, здесь важно понимать, все люди думают, что это, там, известная личность зазнавшаяся, она не хочет встать в очереди или ещё что-то, но на самом деле это элементарные меры безопасности, потому что, ну, опять, мы в отеле, это публичное место, я понимаю, что мы в Канах, здесь очень безопасно, и стоят охранники, но дело одной секунды, ну, то есть, как бы, дело одной секунды, чтобы там толкнули, не толкнули, и, опять, они же тоже в определенной степени заложники своей ситуации, то есть, как бы, они не могут ни ау, ни мяу, ничего, как бы, сказать, потому что это всё, естественно, сразу разлетится, ну, как бы, если, просто, если меня кто-то толкнул, я бы сказала, ты что, офигел, типа, не толкай меня, да, и это было бы, типа, нормально, ну, как бы, если, если так скажут, я не знаю, та же Ирина Шейд, конечно, это всё, это всё, она там нагорубила, нахламила и так далее, ну, блин, ну, тоже нехорошо, да, нечестно, да, то есть, как бы, это для меры безопасности, как правило, то есть, да, очень важно сказать, что мы приезжаем вот в этот момент, быть на связи с организаторами, там, вот, мы сейчас подъезжаем, как правило, я выхожу из машины первая, встречаюсь с организаторами, у них там ключи или ещё что-то, или там менеджеры отеля, и мы быстренько проходим, ну, как бы, уже... Вот так вот щёлкали, да? Сейчас нет, мы её спрятали. А, класс. Сейчас, нет, сейчас вроде как бы нормально, тем более сейчас, наверное, в Каннах столько звёзд, что, как бы, там пока смотришься. Ну, они тут дежурят прям тут-то-то. Ну, да, они следят, они следят. А в аэропорту как? В аэропорту, ну, как, очки, шапка. А ты должен, нету какого-то, я не знаю, просто в Америке, я знаю, что в других странах есть какие-то виповые, типа, проходки. Да, есть, 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 везде есть эти сервисы, то есть, как бы, опять-таки, тоже там. Вот, и в Америке, а мне можно такое забронировать? Конечно, я тебе дам сайт. Да. О, Господи. Спасибо. Зарвать. Спасибо большое. Работа, всё хорошо. А то, когда вы тех, не то, что меня там фотографируются, все стороны, я не знаю, когда идёшь, просто хочется иногда быстрее вновь. Нет, это быстрее, да, это быстрее, на самом деле. Особенно с детьми, которые. Это ты можешь спокойно забронировать, и ты выбираешь, там, докуда ты хочешь, чтобы тебя проводили, и всё. Это какой-то приходит человек, тебя забирает и проводит, да? И сколько это стоит тут, в Америке? В Америке, сколько, 450 долларов. 450, да. Мы в Дубае брали за 125, суперудобно. Да, и в Дубае ещё, если ты летишь Emirates, то это, по-моему, включено. А если ты покупал бизнес не за мили, я человек в мили, у меня. Ну, это же, что я тоже в мили, всё хорошо, ребята, регистрируйтесь во всех аэрлайнах. Да, да, это такое value for money, что, поэтому я обычно летаю за мили, и мы доплачиваем за все вот эти деньги. Ну, отлично, не-не-не, только так и надо. Да, то есть во всех аэропортах, причём даже есть вот тот сервис, который я бронирую, они есть во многих тоже ещё европейских аэропортах. Почему мне надо, ассистенты срочно к тебе отправляют на курс, блин, так же столько лайфхаков у тебя. Да, у меня все подводные. А как заброни скинуть в рестораны, да, ты, наверное, тоже это всё умеешь. Да, есть, насчёт ресторанов, есть варианты, хотя я стараюсь ими не пользоваться, потому что, ну, ресторан тоже себя умеет нехорошо вести. То есть, когда ты говоришь, что вот там, типа, такой человек приедет, они могут и слить инфу, и они так начинают реагировать, что, типа, ну, ты спокойно. Не посидишь, потому что очень часто, ну, люди просто хотят на ужин прийти, ну, и всё, то есть, как бы, им не нужно вот это вот всё, мишура, вот это и так далее. Вот, то есть, как бы, я всегда, то есть, я даже рекомендую лучше забронируйте in advance, то есть, заранее, там, где есть, под своим именем, то есть, я всегда под своим именем бронирую. Под твоим? Да, вот, и, ну, как бы, это всё, как бы, лучше заранее, лучше заранее забронировать три варианта и дать начальнику выбрать. Вот, это три хороших ресторана, это три кухни, которые ты любишь, вот, вот, есть вот это восток, вот это восток, а это восток. Идеальная система, ты сейчас слушаешь. Вот, а чего даже, ну, reservation, сделать cancel, тебе ничего не стоит? Ну, в Америке стоит. Смотря в каких местах, смотря в каких местах, а если ещё есть какой-то там membership, этот, resi, вот это, там можно бесплатно. А, прикольно, я даже не знала про это. Класс. Ой, блин, просто кладь из лайфхаков. Да, да, да. А вы в основном ездите по speaking engagements, да? Ну, то есть, fashion, ну, то есть, fashion weeks и speaking engagements в основном. Блин, прикольно, вы ездите на каждый fashion week? Ну, может быть, на два, ну, два или три из четырёх, то есть, ну, как бы, мы, ну, в зависимости. Круто, у неё, конечно, реально просто энергайзер какой-то. Расскажи какую-нибудь историю, прямо такую, что, ну, вот, точно на всю жизнь, ну, связанную с твоей работой. Точно на всю жизнь. Не знаю, может, какого-то ты увидела какого-то... Сейчас я подумаю, что можно рассказать. Потом, так, точно на всю жизнь. В общем, ну, когда мы были на Капре, там всё вот в этих вот cobblestones, и Мэй подворачивает ногу, что, а нам на следующий день, ну, идти на вот очень важную галу, вот, ну, естественно... А, и я забираю Мэй с вечеринки. Она говорит, я ногу подвернула. Я говорю, как ногу подвернула? Она говорит, ну, чего? Она говорит, всё в порядке, мне там дали айс. Я говорю, окей. Ну, я говорю, как сейчас? Она говорит, ну, чуть-то как болит там, всё хорошо. Вот, а нам надо было подниматься для того, чтобы дойти до места, где мы жили, в гору, ну, метров восемьсот, ну, пятьсот, может, прям по ступенькам в гору. Да, там же ничего не ходит, эти машины там. Там ничего не ходит, там нет ни такси, ничего там, вообще, этот остров не приспособлен для жизни. Я тебе говорю, я не очень люблю это место после того случая. Вот, и, значит, и мы вечером идём, и как бы, ну, у неё болит нога, и я говорю, ты как, ну, нормально, не нормально, она говорит, всё хорошо. Вот, и доходим, утром просыпаемся, у неё, ну, нога фиолетового цвета. Блин, жесть. А мы на горе. Ну, мы на горе. Я не знаю, каким образом мы вчера дошли до этого, вот в эту гору. И я смотрю, я понимаю, что ни на какую галу мы не идём, где здесь надо срочно в больницу, потому что это не выглядит вообще никак, ни каким образом нормальным. Вот, и я такая, короче, всё, в общем. А, и у нас там была типа хаус-менеджер, который не говорит по-английски. Я говорю, нам нужно как бы, ну, скорую, чтобы приехала сюда. Она говорит, но. Но, но, посибили. Но, но, да, и я такая, мне, мне но ваше не нужно, it has to happen. То есть, как бы, она, я говорю, она ходить не может. Она говорит, ну, нет, надо спуститься с горы. Я говорю, не будет этого, ну, не будет такого. Вот, в общем, короче, мы затащили этих, значит, врачей к нам себе, значит, в дом. И её, как к Клеопатру, в общем, спускали, значит, на вот, ну, как бы на специальном таком кресле, вот, по вот вниз. Блин. Ой, потом по всему, значит, этому острову мы ездили на машине от багажа. Потому что там, ну, ты помнишь, там не передвигаются вообще никак. Да, 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 да. И то есть, как бы, мы в эту машину не залезем и ничего. Вот, то есть, в общем, короче, ой, подожди, я ещё одну историю вспомнила, вот лучше тоже расскажу. Вот, я тебе сейчас расскажу. Вот, ну, и, в общем, короче, мы, значит, везём её туда и приезжаем в больницу. Я такая, ну, здесь нельзя находиться в этой больнице. Там всё плохо? Там всё очень плохо. Это единственная больница на этом острове. Я такая, мы никак не можем съехать с острова, потому что это остров. А приехали мы туда на катере, а как мы вообще на этот катер обратно заберёмся? То есть, ну, как бы, у меня была, я такая, господи, меня точно отрубит голову, там, вышепоставленные органы. Вот, и я такая, думаю, кошмар. Вот, ну, в общем, с горем пополам, и всё, короче, всё было хорошо. Там ничего такого прям серьёзного. Но она была вот в сапоге, но она в итоге сняла четыре обложки в этом сапоге. Она была, она отработала фэшн. Вот так снимали? Нет, у неё прям обложки с этим сапогом, да. Вот, и фэшн-вик отработали, и она аворд получила. И, в общем, всё, и она прям ходила вообще просто так вот с этим сапогом вперёд. Короче, рассказываю, значит, мы были на одном, не буду называть имён бренда всяких, значит, были на одном ивенте бренда, они отправляют, ну, как бы, там всё, значит, весь аутфит и туфли. Ну, и было важно, то есть, как бы, ещё надеть туфли. Она надевает туфли, они вроде как всё нормально, потом уже, когда, ну, на примерке. Потом выходим, и она говорит, они слетают, а нам выходить вот сейчас, а надо в этих быть, короче, туфлях. И я такая, окей, я говорю, ну, давай помедленнее иди, там, как бы, ещё что-то. Бумаги туда. Да, не то, что даже они ей велики, а вот просто, знаешь, то есть, ну, как бы, вот здесь не держат ногу. Вот, и я такая, окей, хорошо. В общем, короче, всё, она не может, она не может в этих туфлях идти. Я не знаю, что делать, потому что, ну, как бы, всё, уже заявлены туфли, и, типа, ничего мы поделать не сможем. Вот, ну, короче, я забегаю в ближайшую аптеку, покупаю этот пластырь, как, типа, как скотч. Кизолент или скотч, да? Блин, и я ей просто приклеиваю эти туфли. Приклеиваю. Блин, вот здесь такая находчивая. Ну, а что мне самому делать? Да нет, это так круто, что ты на ходу соображаешь, что делать. Мы в машине, короче, с ногами вот так вот всяк эти туфли клеим, в общем, просто. Вот, и всё отлично, туфли не слетели, красиво смотрелись, всё хорошо, никто ничего не заметил, никакой истерики не случилось, всё, ну, как бы, ни у кого, все, все были достаточно счастливы, вот. Ну, я в итоге, короче, я просто присела так на лестнице, я такая, господи, слава богу, что все остались живы. Ну, я просто думала, что, ну, как бы, реально это было опасно, я бы её не пустила вот так вот идти, ну, как бы, это реально опасно, там лестница, там ещё что-то, ну, как бы, да. Вот, поэтому туфли. А какой самый, может, запоминающийся такое яркое событие, которое ты посетила, которое прям вот, ах? Ты знаешь, каждое, вот, я тебе так скажу, каждое первое событие, оно самое яркое, оно даже может быть не самое какое-то прикольное, но я помню, когда я съездила, там, на первый фэшн-вик, он мне больше всего запомнился, хотя потом фэшн-викс были лучше. Ну, конечно, яркие вот эти первые впечатления. Это да, вот именно это прям яркое впечатление. Потом каждый раз, там, вот, ну, вот, я очень люблю путешествовать, поэтому каждый раз, когда мы ездим, там, в новые разные страны, это, конечно, очень запоминающаяся. А как ты, тебе визу надо получать, да, на все? Нет. У меня израильский паспорт. А, израильский паспорт. Да. Вот, поэтому, слава богу. Да. Мы сейчас Дим получали визу сюда. Ой-ой-ой. А подожди, а ты, я не... Я американка. Я американка. Окей. А Дима еще нет, ему еще два года. Он тоже будет американцем. Ой-ой-ой-ой, это, да, это тяжело, это очень тяжело. Давай, может быть, какую-то финальную мудрость от тебя. Финальную мудрость от меня. Чему ты научился, Мэй, самое главное? Качественно работать. Важно всю работу, которую ты делаешь, делать качественно. То есть, как бы, вот, люди любят говорить, я так много работаю, я так, вот, жалуются, я так много работаю, кошмар. То есть, окей, ты можешь очень много работать, но если ты работаешь и постоянно говоришь о том, сколько ты работаешь, соответственно, твой фокус сейчас не направлен на то, что ты делаешь. Ты делаешь, ну, ты сейчас думаешь о том, сколько ты работаешь. Вот, то есть, у меня, допустим, я за час могу сделать неадекватное количество дел и решить неадекватное количество задач. Ну, потому что я в фокусе, а потом вот могу весь день сидеть, я так устала, ну, как бы, то есть. Я считаю, что очень важно научиться делать работу качественно Классно, мне очень нравится эта тема Я сейчас учусь Ну, в смысле, не то, что учусь, а то, что брать меньше проектов, но прям просто, чтобы глаза не... А ты кайфуешь от этого больше Потому что, когда видишь свой продукт, и когда видишь, что это сделано очень круто Тем более, я считаю вообще, что мы живем в какое-то время вот в недостатке качества Мы живем в переизбытке от количества, но не в недостатке качества Поэтому мне прикольно делать то, чего нет, но чего мало, давай так Поэтому, да, качество я очень люблю Спасибо тебе огромное Блин, тебе спасибо, я так нервничала Я очень нервничала, и я, конечно, надеюсь, что у нас будет с тобой следующее интервью И я буду выглядеть немножко поэлегантнее Я тебя подсниму на всех ивентах Хорошо Я буду с тобой ходить Хорошо Спасибо большое, было суперинтересно Я жду, когда я отправлю ассистентку к тебе, еще поспрашиваю, может, у тебя пару лайфхаков Без проблем, это не так Спасибо тебе огромное, спасибо Спасибо